языка уже открутится. Что я могу рассказать про персонажей? Тут они очень хорошо заинтересовали меня, можно так сказать. Всего лишь вышло две серии данного аниме и раскрытие персонажей тут, ну, речи не... Привет, ребятушки! Сегодня хотелось бы рассказать про такое аниме Алхимики и Литераторы Шестерни Судей. Аниме вышло в жанрах экшен, фэнтези, приключения. Аниме повествует про мир, где можно встретить японских писателей прошлого. Они восстанавливают книги, они чинят, можно так сказать, книги. Чтобы восстановить книгу, нужно отгадать загадку, ставленную книгой или автором книги. На этом весь, в принципе, и сюжет крутится. Что я могу рассказать про персонажей? Тут они очень хорошо заинтересовали меня, можно так сказать. Всего лишь вышло две серии данного аниме и раскрытие персонажей тут, ну, речи не идёт вообще, в принципе. Музыка, рисовка... Рисовка очень хорошая, насыщенная рисовка. Прям, можно сказать, как полнометражное аниме, которое шли в кинотеатрах. Вот такого уровня, очень хорошее. Музыка, опенинг-эндинг. Очень приятно слушать, музыка спокойная, уравновешенная, можно так сказать. Просто у меня другого описания нету. В этом аниме присутствует магия тут. Короче, если автор попадает в свою книгу, то он, типа, не может умереть в своей книге, и он бессмертный. И есть пятна, такие, типа, магическая хрень, которая пытается испортить все книги и уничтожить их. И они, литераторы и алхимики, они борются с этими пятнами. Они восстанавливают книги, как я уже говорил. Они их чинят, можно так сказать, ещё. В этом аниме очень много магических моментов. Тут много магии. И это очень завораживает. Действительно, очень хорошая рисовка. Прям передаёт, как будто ты маг, можно так сказать. Прям потрясающее аниме. Не ожидал, что выйдет в этом году что-то подобное. Это я уж говорю про второе аниме. Ну, честно, очень хорошее аниме. Если вы любите магию, фэнтези, экшен, приключения, то это аниме для вас. Посмотрите, не пожалеете. Если вам эти жанры не нравятся, пропустите данное аниме. Ничего не потеряйте. Этот год насыщен интересными анимешками разных жанров. От романтики до драмы, до кровищи, не кровищи, до пошлятины, не пошлятины. Это, этот год прям клондайк анимешек. Такого не было ни в прошлом году, ни в позапрошлом году. В принципе, это первый год, когда он, в принципе, так богат на всякие анимешки. Вы не потеряйте ничего, если не посмотрите это аниме. Ещё могу рассказать. Отсылок в данном аниме нету. Или, по крайней мере, я не заметил. Но тут вся движуха как раз-таки с этими литераторами и алхимиками. Они, типа, решают, как я уже говорил, судьбы. За этим очень интересно наблюдать. Две серии оставляют несгладимое впечатление об этом аниме. Очень хорошее впечатление. Это аниме хочется смотреть бесконечное количество раз. Две серии. Вот эти две серии, которые вышли на данный момент, я уже пересмотрел четыре раза эти серии. Они очень хорошие. Они, блин, запоминаются. Такой интрига есть в этом аниме. Очень. Я буду ждать выпуска дальнейших серий у этого аниме. И, скорее всего, я надеюсь, может быть, компания, которая выпускает данное аниме, выпустит второй сезон. А то, может быть, и третий. Или какую-нибудь авашку. Ну, на крайняк вообще. Буду ждать с нетерпением выхода второго сезона, третьего. Авашек, может быть, по этому аниме. В принципе, больше мне рассказывать об этом аниме нечего. На этом всё. Всем пока. Увидимся в следующих видео. И всем хорошего настроения.